Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Живут как на пороховой бочке. Жители многоквартирного дома в Барнауле почти 10 лет просят свою управляющую компанию подлатать опасный дом. Вот оттуда кирпичи летели прямо на голову. Вот сейчас этот человек, он с нашего дома съехал. Полоса препятствий на пути к знаниям. Барнаульские школьники вынуждены по грязи и лужам добираться до школы. Вот так вот сыночка пришел со школы домой. Пока переходил через грязь, упал. Через куртку замарал белую рубашку, с обувью. Вот такая вот комфортная среда со школы до дома. Выходя из дома, с работы, чувствуешь себя более-менее в безопасности. Чего не скажешь о жильцах дома с района ВРЗ. Жильцы четырехэтажки ежедневно рискуют своей жизнью, выходя из подъезда. С фасада с незавидной регулярностью падают кирпичи. Вот оттуда кирпичи летели прямо на голову. Вот сейчас этот человек, он с нашего дома съехал. Не то что съехать, сбежать хочется. Кирпичному дождю жителям многоквартирного дома хоть и привыкли, но не смирились. Около 10 лет добиваются восстановления дома от своей управляющей компании. Полноценный ремонт четырехэтажки 1958 года постройки никогда не проводился. Вот, пожалуйста, цоколь нашего здания. Посмотрите, у меня рука туда залазит. Вот настолько уже в один кирпич все выпало. И дальше продолжает выпадывать. Если мы сейчас затронем штукатурку, она вся отвалится от этого цоколя. Вот, понимаете? Здесь не надо особо ничего делать. Вот оно, пожалуйста. Оно все отвалится. Вот, ладно, оно здесь, да? Хорошо, никому не страшно, никто не отвечает. Такие же кирпичи падают сверху. Вот, видите, вот это вся на весу. Она вся будет падать на голову. Не страшно здесь стоять? Конечно страшно. Здесь ходят у нас студенты. Школа, вот через дом школа у нас. Школьники ходят. Я когда хожу в школу, я живу в частном секторе. Я хожу в школу, и я боюсь, что на меня упадет штукатурка. А больше дороги нет. А при тебе падали кирпичи? Да, перед носом. В 2016 году жильцы не выдержали. Скинулись на техническую экспертизу. Она показала, рассказывают люди, что дом изношен на 70%. Дом в неудовлетворительном состоянии. Требуется замена всех труб, всех инженерных конструкций. Они зашли на крышу, не работает вентиляция. На крыше антисанитарные условия, и трубы в подвалах протекают и разрушаются. Ну, мы с этой экспертизой обратились в ЖИУ. Они взяли экспертизу и положили ее. В прошлом году жильцы выиграли суд. Управляющую компанию обязали провести текущий ремонт. Но буква закона, говорят люди, не авторитет для коммунальщиков. Управляющая компания в течение трех месяцев, со дня вступления, решения суда в законную силу, должно провести нам ремонт. Срок истек 29 сентября 2022 года. Ремонт не проводились. С этого момента приставы их штрафуют на 50 тысяч. Главный инженер, он теперь исполняет обязанности руководителя СМАРТ, заявил, что мы вам ремонт делать не будем. Штрафы будем платить. А ремонта даже не ждите. Мы попытались спросить управляющей компании СМАРТ, почему она не исполняет требования суда и, по сути, подвергает жизнь людей опасности. Руководство на месте не оказалось. Контактами с нами не поделились. Оставили свои, но с нами так и не связались. А между тем дом рассыпается не только снаружи, но и внутри. В некоторых квартирах провалился пол, по стенам пошли трещины. И вот эта стена вываливается у нас. Вы же видели, что творится? Если стена упадет и порвет, тут пол дома не будет. Живем, как на пороховой бочке. Только в резиновых сапогах школьники могут добраться до учебного заведения. Речь идет об учениках 136-й школы. Дорога до образовательного учреждения идет через лужи и грязь. Единственный подход со стороны Балтийской. Вот такое вот море. Вот такие поддоны установили. И вот так вот ребятишки ходят в школу. Комфортная городская воплоти рассказывают и показывают родители барнаульских школьников. С марта месяца дети вынуждены едва ли не плыть в учебное заведение. Ребятишки вынуждены ходить по грязи, по камням. Так как у нас центральный вход у школы закрыт, он признан опасным. А с этой стороны вход у нас неблагоустроенный. На прошлой неделе администрация 136-й школы обустроила временный тротуар. Положила поддоны, но и они не спасли. И школьники проваливаются, падают, приходят из школы в новом луке. Вот так вот сыночка пришел со школы домой. Пока переходил через грязь, упал. Через куртку замарал белую рубашку, с обувью. Вот такая вот комфортная среда со школы до дома. Приходится и утром идти по этой грязи, по лужам, и вечером, соответственно. Участок земли находится на прилегающей к дому территории. Ответственность за его благоустройство лежит на плечах жителей. Обустройство пешеходной зоны удовольствия не из дешевых. Лишних денег у людей среднего достатка, естественно, нет. Поэтому жители хотят отдать участок муниципалитету, чтобы власти как надо проложили дорожку к знаниям. Но есть определенные сложности. Что будет очень проблематично для нашего дома, потому что нужно набрать очень большой кворум. И это просто нереально. Большую часть, в районе 100%, как мне поясняли в ГЖИ, нужно отголосовать, чтобы отказаться от земельного участка. Это просто безвыходная ситуация на сегодняшний день. Еще один вариант отмечают юристы со финансирования по государственной программе «Комфортная городская среда». Государство или муниципалитет готовы добавить гражданам, чтобы комфортность повысить, улучшить, построить детские площадки, устроить внутридворовую территорию или еще что-то. Но в любом случае доля софинансирования подразумевается обязательно. То есть, опять же, законодатели исходят из того, что если люди свои денежные средства в этой части потратили, наверное, более рачительно будут относиться к такому имуществу. Но и со финансирования жильцы вряд ли потянут. Счета за коммуналку растут семимильными шагами. Поэтому барнаульские родители просят властей посодействовать и обеспечить комфортное пребывание детей не только на территории школы, но и за ее пределами. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!